Вы все прекрасно знаете, что были введены ряд ограничений из-за распространения COVID-19. На прошлой неделе правительство ввело ряд ограничений, а именно закрыло коммерческие рынки. С 60% до 50% изменили цифру количества пассажиров, которые могут пользоваться транспортом. Я в предыдущем лайве говорил о том, что я связался с исполняющим обязанности премьер-министра, где я четко изложил свою позицию касаемо работы городских рынков, торговых центров, ресторанов, общественного транспорта и всего остального. И я привел ряд аргументов, где, например, я говорю, послушайте, вы понимаете, что некоторые сетевые магазины, там иногда бывает больше людей, чем на рынках. По крайней мере, я сейчас конкретно говорю про наш город Бельце. Потому что на центральном рынке у нас очень хорошие условия, на Байдуково даже до ограничений людей на самом деле было не так много. И когда какие-то торговые центры работают, особенно сетевые магазины, значит, и не работает Бельский центральный рынок, и Байдуково, там рынок на Северном вокзале, это, конечно, в моем понимании никуда не годится. Поэтому вот сегодня появилось решение Национальной комиссии, в котором очень четко прописано, что и прописано то, что я просил, я очень благодарен господину Чукуя, как исполняющему обязанности премьер-министра, за то, что он услышал мою позицию, которая, я уверен, совпадает с позицией примара всех городов в стране, а самое главное, совпадает с позицией всех наших граждан. А именно то, что давайте вот местные комиссии на местах, они будут сами решать, какие ограничения вводить, какие более жесткие, где нужно, например, дать послабление и так далее. Потому что лучше нас никто не знает, какая ситуация у нас в Бельцах на центральном рынке, на рынке Байдуково, на Северном, на сельхозе и так далее. И вот, значит, сегодняшнее решение комиссии четко говорит о том, что они передают местным комиссиям по вопросам общественного здоровья, значит, полномочия принимать решение, что закрывать, когда закрывать и так далее. Это пока только касается работы коммерческих рынков, но это очень важная победа, и эта победа заключается в том, что нас с вами услышали. И то, что завтра все бельчане и те, которые работают на коммерческих рынках в Бельцах, и те, кто ходят туда за покупками, вы должны знать, что завтра в воскресенье вы можете приходить, все будет уже работать. Дальше, касаемо ограничений муниципального транспорта, потому что там снизили цифру до 50%, дополнительного транспорта нет. Я увидел эту же позицию в Примарии Кишневой, в других городах. Значит, это также было принято решение о том, что вернули к 60% так, как это было раньше, по рынкам. Если нужно будет вводить какие-то жесткие ограничения, мы их будем вводить сами на местном уровне, это очень важно. Поэтому это очень большая победа для нас. И еще раз повторюсь, эта победа заключается в том, что нас именно с вами услышали. Потому что раньше, когда предлагались какие-то инициативы, нас слушали, но брать во внимание не хотели. Я очень аргументированно высказал свою позицию господину Чукой, исполняющему обязанности премьер-министра, который как бы сказал, что да, вы знаете, я согласен с вашими аргументами, что в Кишиневе, например, там 800 человек в день, к сожалению, в Бельцах 15 человек, там средняя цифра там за последние два месяца. И как бы не могут вводиться одинаковые ограничения. Вот, поэтому рынки завтра начинают работать. Я также очень хочу, я очень хочу попросить всех бельчан и вообще всех жителей нашей страны, не только бельчан. Ребят, пошли навстречу, завтра начнут работать все рынки, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности. На самом деле ситуация в стране очень тяжелая и насколько быстро мы из нее выйдем, зависит от гражданской позиции каждого из нас. Поэтому будьте внимательны, берегите себя и своих близких. Хочу просто пожелать по-человечески всем успехов и я уверен, что мы с вами вместе много чего еще сделаем и все у нас получится. А сейчас самое главное просто соблюдать элементарные правила безопасности для того, чтобы не подвергать угрозе себя, людей, которые к вам приходят, покупатели и так далее. Поэтому давайте завтра все на работу, в понедельник мы посмотрим, какие будут еще изменения. Я очень надеюсь, что также и другие рекомендации будут услышаны, потому что я четко высказывал свою позицию. Ребят, ковид не появляется после 22, потому что вот те ограничения, которые у нас есть, те ограничения, которые у нас есть, что рестораны, бары, кафе и так далее работают до 22, я считаю это тоже неправильно. Потому что в некоторых странах, где-то есть проблема, либо они закрывают их полностью, либо они работают в стандартном режиме. У нас как бы ни туда, ни сюда. Ясно, седьмой спрейдень. В следующую секунду, в следующую очередь. комиссии национали есть и децизия кэдежа комиссия локали ворла децизия пьяцэле коммерчале дин република Молдова мэнни мэнни чатэчени поцэмеарга ла пьяцэ поцэмеарга доарсавец грижэдивои и варэчэ сэну пунэцэн перикол шэсэнататиа дума вострэ шэчэлор карэ вилла дума вострэ вакуупринт питоц эмутсмэск домну лучекой доарпинтруфаптуком фоста узит шэдумня луиду пача трансмэсла комиссия националэ инициативли кукарем винитэля фоста окчептать бун вакуупринт питоц овэц ун вэкэнд кэтмэй фурмоз трояск пупору шэвэц грижэдивои все, ребят, я вас всех обнимаю пока ну что значит, так, Владимир Сысюк что вообще с рынками, вов, значит рынки завтрашнего дня работают в штатном режиме если, значит, решение у их открытия или закрытия теперь будет принимать местная комиссия поэтому и Байдуково, и Северный вокзал значит, ребят, завтра, завтрашнего дня работаем в штатном режиме нас услышали, всем огромное спасибо, пока